В Челябинске прошел Всероссийский экологический форум «Чистая страна». В нем принял участие и министр природных ресурсов и экологии. Владимирскую область представлял депутат Александр Цыганский. В ЗАГС-собрании он заместитель председателя Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Главная тема обсуждения – первые итоги так называемой мусорной реформы. Участники форума решили передать правительству несколько важных инициатив. В частности, Александр Цыганский вышел с предложением платить за вывоз мусора не по нормативам, а исходя из его фактического объема. Сегодняшняя формула накопления, которую разработало министерство, она по предварительным расчетам составляет 2,4 кубических метра на человека. Я считаю, что эти цифры значительно завышены и попросил министра пересмотреть эту формулу, для того, чтобы мы могли дать для населения удобный тариф. Также парламентарий обратил внимание участников заседания на острую проблему с мусором во Владимирском регионе. Депутат попросил подключить возможности Министерства природных ресурсов для того, чтобы построить в области мусороперерабатывающий завод. Цыганский рассказал, что уже в ближайшее время по данному вопросу состоится встреча руководства области Александровского района инвесторов и общественников. Еще одна проблема – населенные пункты в границах национальных парков. В нашей области речь идет о Мещоре. 15 тысяч жителей, чьи участки располагаются в зоне этого национального парка, испытывают трудности с получением разрешения на строительство, подведением коммуникаций, расчисткой дорог. Александр Цыганский обратился к председателю комитета по природопользованию, депутату Госдумы Бурматову, как можно скорее рассмотреть вопрос об исключении населенных пунктов и состава национальных парков. Чтобы население могли спокойно строиться, спокойно проводить коммуникации и не выезжать из своих населенных пунктов маленьких, а наоборот, чтобы молодежь приезжала, занималась бизнесом, строили, может быть, какие-то санатории. То есть это действительно очень важно. Председатель комитета меня поддержал и обещал внимательно рассмотреть данный законопроект. Законопроект сегодня разработан и получил положительное заключение в Министерстве экономического развития. Сейчас ждем, чтобы Государственная Дома все-таки рассмотрела внимательно этот законопроект и приняла его. Участники форума обсудили также стимулирование перехода на раздельный сбор мусора, экологическое образование подрастающего поколения, введение региональных мер соцподдержки для ветеранов, пенсионеров и многодетных семей при оплате за вывоз твердых коммунальных отходов. Все озвученные предложения будут представлены премьер-министру Дмитрию Медведеву и войдут в пакет поручений российскому правительству.